Всем привет! На связи с вами Серега. Это следующее занятие из курса HTML-мастер. Спасибо вам за лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, делитесь этим видео. Сегодня мы будем разбирать довольно-таки обширный атрибут, который называется паттерн, и он позволяет задать свои маски ввода информации в поля input. Итак, давайте, чтобы сильно тут не разгоняться словами, мы приступим сразу к практике. Итак, выберем поле телефона. То есть, вот у нас поле телефона есть. Давайте мы, покуда временно, удалим здесь MaxLens 13, потому что мы будем испытывать не только телефон, но и многое-многое другое. И, допустим, что вы хотите задать какой-то конкретный вывод в полях, то есть ввод, точнее, в полях. И для этого нам поможет атрибут паттерн, который указывает конкретный вывод. Например, смотрите, если мы укажем здесь следующее, обратный слэш id, это означает, что мы можем в это поле input ввести только какую-то одну цифру. Например, смотрите, давайте я нажму отправить. Так, тут заполню, чтобы мне ошибки не выбивало. И вот наш номер телефона. Например, мы введем сюда две цифры. Нажмем Enter и видим, ругается. Если мы введем одну цифру, ругаться уже не будет, а просто отправит форму. То есть, вот так это работает. Если мы введем символ, опять-таки будет ругаться. Одна любая цифра и поле браузера нормально все производит. Также обращаю ваше внимание, что вот это поле можно заменить следующим выражением. При помощи квадратных кавычек мы указываем, что сюда можно ввести любую цифру от 0 до 9. Эффект будет точно такой же. То есть, если мы поставим 12, ничего. Если мы поставим единицу, ну и любую другую цифру, то нормально. Это, кстати, можно уменьшить. Например, напишем от 5 до 9. И уже у нас двойка не проканает, а пятерка проканает. Ну, то есть, понимаете. Так, если мы здесь указываем вместо вот этого слэш и большую D, это означает, что мы можем ввести любой символ, букву, любой символ, кроме цифры. То есть, цифры уже у нас тут не проканают. Видите, как это работает. Но если мы сюда, например, введем так, любой символ, давайте вот даже вот так вот, видите, не ругается буква, любая буква тоже не ругается. Так это работает. Также мы можем указать вот такой атрибут, обратный слэш и S. Это означает, что мы сюда можем ввести пробел. То есть, в данном момент мы в это поле можем ввести только пробел, ничего больше. Видите, не работает. Не работает. Если я поставлю просто пробел, нажму Enter, у меня все отлично схватывает. Так. Также, конечно же, мы можем указывать не ввести, ну, не только одну цифру, а намного больше значений. Например, если мы здесь укажем большую D, потом маленькую S и потом маленькую D, это означает следующее, что сначала мы сюда можем ввести любой один символ, кроме цифры. Например, давайте введем Q. Затем мы обязательно должны ввести пробел и потом ввести любую цифру. Если мы что-то нарушим, будет ругаться. Ввожу любую цифру, видите, работает, не ругается. Так. Теперь смотрите, как указывать, возможно, вы хотите указать только какие-то определенные буквы латинского алфавита. Это тоже легко делается. Мы ставим квадратные кавычки и указываем от A, например, и до Z. Обратите внимание, я специально ввел большие буквы. Этот параметр чувствителен к регистру. И вот с этого момента мы можем ввести любую одну большую букву на латинском алфавите. Например, A, видим, не ругается. Ввожу маленькое A, он будет ругаться. Если вы хотите также указать, что можно было бы вводить еще и маленькие буквы, то мы это можем расширить, указав дальше маленькое A, D, F, Z. Вот теперь мы можем вводить любой символ латинского алфавита, как большой, так и маленький. Но покуда только один, видите, уже не ругается. Так. Дальше. Дальше, если мы хотим ввести, например, русские только буквы. Смотрите, мы указываем русскую A. Так, давайте я переключу клавиатуру. Русская A, D, F, Z, большая. Потом русская A, тоже большая. Затем русская A, маленькая. Потом A, большая. И у нас, не забываем, еще есть буквочки Y. Поэтому мы добавляем Y, большую, и Y, маленькую. И вот теперь мы сюда, наоборот, не можем ввести ничего латинского, а только что-нибудь наше русское. Ох, давайте, видите. Опа, не работает. Так, я сейчас пересмотрю, что я тут наводил. Ая, ая, йо-йо. А, тут же у меня, вот сейчас идет только возможность ввести один символ. Поэтому давайте одну буквочку введем. Видим, да? Любая русская буква, будь то она маленькая, большая, она будет у нас отправляться. Так, что делать, если мы хотим ввести не только буквы русского алфавита, но и латинский прихватить? Все просто. Давайте я это скопирую. Отмотаю действие немножко назад, где у нас были A, Z. Там, да? Вот. И вот сюда добавляем еще и наши русские буквы. И теперь мы можем ввести любую букву, как на русском, так и на латинском языке. Но, покуда помним только одну. Итак, думаю, с этим понятно. Теперь, смотрите, мы можем это все дело комбинировать. Например, если я здесь укажу вот так. Давайте я вырежу A, Z. А потом я укажу, так, маленький A, Z. Вот сейчас я уже могу ввести две буквы. Но сначала будет идти большая буква, а потом будет идти маленькая. То есть, смотрите, я введу, например, большую S и маленькую A. Работает. Но если я введу A уже большую, работать не будет. То есть, вот так вот все строго проверяется. То есть, именно сначала должна идти большая любая латинская буква, а потом маленькая. Ну и, как вы понимаете, вы это дело можете комбинировать абсолютно с любыми значениями. Ну, то есть, с любыми буквами, как латинскими, так и русскими. Так, теперь давайте попробуем указать больше символов. Мы же не будем предусматривать вот каждого символа. И вот теперь смотрите. Например, ваше поле, оно должно ввести индекс. Вы указываете, что сюда можно ввести любое значение от 0 до 9. И потом заводите просто фигурные кавычки и указываете количество цифр, которые надо ввести. И индекс это 6 цифр. И мы теперь можем сюда вводить любые цифры. То есть, буквы, обратите внимание, не влазят. Если я введу одну цифру, не влезет. Введу даже если 5, не влезет. А вот если я введу 6 цифр, уже все, не ругается. Но если больше 6, будет ругаться. Вот так вот. Ну, вот вы так можете все строго, так сказать, контролировать. Итак, также, что мы можем сделать еще? Мы можем указать ввести какое-то значение минимальное, либо больше. То есть, для этого мы просто-напросто ставим запятую вот здесь. И дальше мы можем вводить цифры уже до бесконечности. То есть, действительно, много цифр можем вводить. Обратите внимание, что это работает и с буквами. Давайте поменяем. А и тут Z поставим. И теперь мы можем ввести любые большие латинские буквы. Так, не меньше 6. Вот 6 есть, уже не ругается. Если я даже больше поставлю, уже ругаться не будет. Видите? Так, еще один важный момент. Если мы сейчас вот здесь будем вводить большие буквы и добавим пробел, то он будет ругаться. Видите, да? То есть, для того, чтобы не ругалось, мы просто-напросто сюда добавляем слэш S. То есть, теперь мы можем только S маленькую давайте вводить уже и с пробелами. То есть, видите, уже не ругается. Вот такие пироги, друзья. Итак, теперь, думаю, с этим понятно. Давайте я отмотаю чуточку назад. Там, где у нас были цифры, мне с цифрами просто удобнее. И также мы можем указать минимальное значение, которое можем ввести. То есть, например, до 6, да? Тогда мы сначала указываем единичку, ставим запятую, ставим шестерку. И вот теперь мы можем сюда ввести от 1 до 6 цифр. То есть, если я введу больше 6, не работает. А вот уже меньше 6 я могу спокойно ввести сюда. Вот так вот. Дальше мы можем указать, как вы понимаете, не только такие цифры. Например, от 6 до 11. И теперь мы можем вводить числа в диапазоне от 6 до 11. Так, давайте я... Видите, работает. Но если больше 11 будет, уже не будет работать. Если меньше 6, тоже работать не будет. С этим, думаю, понятно. И теперь смотрите. Вдруг вам надо ввести бесконечно большое количество цифр. Или символов. Неважно что. То есть, буквы, цифры. Это нас уже не колышет. Что надо сделать? То есть, чтобы вы могли вводить это дело все просто-напросто бесконечно. Здесь все очень просто. Мы просто в конце ставим плюсик. И вот с этого момента мы можем вводить уже более одной цифры. Ну, и сколько влезет, естественно, да? Одна цифра тоже все нормально добавляется. Так, теперь смотрите. Что делать, если вы, например, хотите вводить дроби? Давайте вот дроби разберем. Итак, вводим сюда следующее. Смотрите. Ставим слэш д. То есть, мы указываем, что мы сейчас можем вводить любые цифры. Затем ставим плюсик. И означает, что мы можем вводить сюда любое, абсолютно любое число. Затем давайте мы поставим скобочки, чтобы в них уже записать отдельное выражение. И первый символ в этих скобочках мы поставим запятую. Обычная запятая. И затем мы опять указываем слэш д. И указываем уже в фигурных кавычках, сколько нужно цифра после запятой. То есть, если мы укажем 2, то получается у нас будет следующее число. Давайте, например, пи введем 3,14. Видите, не ругается. Если я сюда ставлю точку, так он будет ругаться. Давайте вот запятую поставлю. И поставим, например, еще вот тут кучу всяких цифр. И видим, уже не проходит. То есть, только 2 циферки. Если мы сюда укажем не двойку, например, а 1 и запятая. То есть, здесь значит, что мы можем ввести больше одного любого числа. Давайте мы это проделаем с вами. Так, 1, 2, 3. Уже работает, видите. Но если мы просто троечку введем, обратите внимание, работать не будет. То есть, мы не можем. Вот недостаток в том, что мы сейчас не можем вводить какие-то целые числа. Ну, это мы сейчас тоже разберем. А сейчас давайте попробуем заменить запятую на точку. Здесь нам уже надо будет поставить специальный символ. Поэтому мы ставим обратный слэш сначала. И потом указываем просто обычную точку. И вот теперь мы можем ввести 3 точка 14 или 12, да? Без разницы. То видите, как это работает. То есть, уже мы поменяли запятую. Запятая уже работать не будет. А именно точку поставили. Дальше. Бывают такие моменты, когда нам, вот как я говорю, надо ввести только целое число, а не дробное. И для того, чтобы ваше поле, оно и проверяло и на дробные числа, и позволяло вводить целые, мы вот сюда можем добавить восклицательный знак. Он означает то, что то, что находится около него, а на данный момент это скобки, и получается все, что содержится в скобках, это не обязательно. То есть, если оно есть, поле проверяет. Если, точнее, браузер проверяет. Если этого нету, то браузер это, ну, и не ругается, что нету. То есть, теперь, смотрите, мы можем ввести как какое-то конкретное число с дробью, так и число без дроби. Какое-то конкретное, видите, да? То есть, восклицательный вопросительный знак, он проверяет возможность. То есть, он просто дает послабление. То есть, это есть, если есть, проверяем, но этого может и не быть. Итак, теперь давайте пойдем немножко дальше. Например, вам необходимо ввести какой-то там логин. Вот у меня на хостинге начинается логин с буквочки А. Давайте мы введем сначала вот сюда буквочку А, и затем, вот как заставить проверять, что там именно буква А. То есть, когда мы указываем вот такое выражение, мы сюда можем ввести вот только эту буквочку. Все, то есть, другое ничего уже не попрет. Да, и причем, если мы даже укажем А, попрет, но 2А уже не попрет. Ну и, соответственно, цифры мы тоже сюда пока ввести не можем. Поэтому, чтобы это начало работать, мы просто ставим слэш, обратный ставим D и ставим плюсик. То есть, получается, что после символа А мы можем ввести бесконечное количество цифр. И теперь, смотрите, опаньки, и все работает. Но если тут будет как хоть один символ, уже работать не будет. То есть, проверяет. Но, опять-таки, здесь, смотрите, если мы захотим ввести только символ какой-то, а цифры нам не надо, то есть, бывают и такие логины, то, получается, опять ругается. И вот, смотрите, здесь мы можем также поставить умножение знак. И это означает, смотрите, плюсик, это он проверяет, чтобы было от 1 и до бесконечности. А умножение, это от 0 и до бесконечности. Вот теперь мы допускаем, что у нас может тут не быть цифр. Ну, то есть, вот такая вот фишка. Так, например, у вас логин. Давайте дальше работать. Поставим тут плюсик, мне с ним удобнее. Например, у вас логин начинается с какой-то из одной буквы, но их может быть 3 разные буквы. Например, это могут быть буквы или A, или B, или C. И, смотрите, сейчас, получается, мы что написали? В квадратных кавычках это выберет одну любую букву вот из этого множества, ABC. И если мы сюда, например, введем сейчас A, и введем любое число, все нормально будет. Если мы введем сюда F, будет ругаться. Но если мы введем сюда B, уже нормально. C тоже нормально. Видите? Ну, вот такой тоже пример вам еще один. Что еще бы мне вам рассказать? Так, например, вам надо ввести только какое-то, вот, две буквы, да, любые вот из этих букв. Мы просто сюда ставим фигурные кавычки, двоечку, и получаем следующее. Что мы вот сюда перед цифрами можем ввести любые два символа, которые есть вот в этих квадратных кавычках. То есть, либо это будет AB, да, либо там BC, либо CB. Ну, то есть, любая комбинация, если мы введем CF, уже нас не пропустит. Так, что делать, если надо ввести только какие-то конкретные два символа? Тут даже думать ничего не надо. Мы просто указываем вот эти два символа, которые нам надо ввести. Давайте. И все. То есть, и сейчас получается, что наша форма не будет работать, покуда мы вначале не допишем вот эти самые AB, да. Вот так это, друзья, работает. Так, еще один момент. Например, нам нужно ввести сразу, ну, вот на выбор какое-то количество, там, двух символов, да. Смотрите, что мы делаем. Так, мы сразу же все включаем в скобочки, и в этих скобочках уже пишем. Либо пользователь может ввести AC, потом, смотрите, ставим вертикальную палку. Либо пользователь может ввести, ну, что там, AC, давайте, AB. Либо пользователь может ввести AA. Вот так. AC, AB, AA. То есть, вот любая комбинация вот эта, она будет работать с цифрами. Если, ну, смотрите, если мы напишем CA, уже работать не будет. Но если мы напишем AC, пропускает. Если мы напишем AB, пропускает. То есть, это уже такая жесткая, чуть пожестче проверка. Так, в принципе, ой, пожалуй, я вам уже все, много чего рассказал, да. Но, сразу говорю, это даже не половина темы, потому что там очень-очень-очень много возможных комбинаций. И теперь, смотрите, если мы сюда, ну, то есть, если нам не обязательно вводить вот эти самые буквочки, мы сюда ставим вопросительный знак, вот так вот. И теперь наши буквы вводить не обязательно. То есть, мы можем ввести цифры, а можем ввести и буквы. Ну, соответственно, те, которые здесь прописаны. Другие не пропустят. Так, в принципе, здесь все. Теперь давайте мы немножко поэкспериментируем, так скажем, на практике. Так, давайте я вот это свойство pattern заведу с новой строки, чтобы мне тут ничего не мешало. Например, нам необходимо будет сюда ввести, что ввести, например, номер кредитки. Хорошо, да. Там идет комбинация из четырех цифр, разделенных там пробелами, либо дефисами, либо вообще без пробелов. Итак, давайте сначала попробуем сделать эту комбинацию на проверку на четыре числа с четырьмя пробелами. Итак, получается D. Это любые цифры, потом ставим четверки. И получается любые, сначала идут любые четыре цифры, затем у нас идет обязательно пробел. И вот теперь мы просто это дело копируем и повторяем еще четыре раза. Так, два, три, четыре. И в конце пробел, соответственно, удаляем. И вот теперь мы можем ввести номер нашей кредитки. Один, два, три, четыре пробел. Один, два, три, четыре пробел. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. И смотрите, все пропускает, но если мы тут уберем этот пробел, то уже будет ругаться, либо поставим что-нибудь другое, видите, вот так это работает. Если мы хотим пробел заменить, например, дефисами, то давайте мы это сейчас и сделаем. Вот так вот, меняем s на дефисы, и вот теперь у нас это пропускать с пробелами не будет, а пропустит только с дефисами. То есть меняем на дефисы, дефис и еще один дефис, все. Вот теперь пропускает. Ну и как вы понимаете, что мы еще... А, давайте сделаем, чтобы можно было вводить с пробелами, с дефисами и просто целое число, то есть все 16 цифр. Поэтому что мы будем делать? Так, тут мы все вот это возвращаем назад, и здесь что мы делаем? Так, давайте это... Нет, не удалю. А мы ставим здесь квадратную кавычку. Так, здесь мы ее закрываем, так, чтобы не запутаться. Так, а вот здесь мы ставим еще один обратный слэш, ставим пробел и ставим, как его? Палку вот эту. Не знаю, как называется. Так, теперь, смотрите, мы можем сюда вводить либо цифры, либо пробелы, либо дефисы. И чтобы можно было вообще без вот этого всего, без пробелов и дефисов, мы сюда ставим вопросительный знак в конце. Так, стоп, стоп, стоп. Вот. И теперь, получается, вот с этим выражением мы можем вводить как дефисы. Меняем теперь все на пробелы. Так, так с пробелами и так и без пробелов. То есть я нажимаю на ввод, ошибки не выбивает, значит, все нормально. Но если я сюда введу лишнюю хотя бы циферку, уже будет ругаться. Либо какую-то букву уже будет ругаться, видите. Так, ну и напоследок... Блин, долгий урок получился. Ну да ладно. Напоследок давайте мы попробуем ввести номер телефона в определенном формате. Например, как у меня идет, плюс 375, потом пробел 25, потом какие-то там 4 цифры, ой, 3 цифры, потом 2, потом 2. Вот такой номер телефона. То есть сразу формат указываем в подсказках, чтобы пользователь знал, как вводить. И здесь начинаем встраивать проверку. Обратный слэш, плюс, то есть сразу получается, что вначале должен идти знак плюс. Потом обратный слэш, D. Получается, мы вводим любую цифру, но у нас сначала идет 3 цифры, видите, да? 3. Поэтому мы в фигурных кавычках ставим троечку. Затем мы указываем, что дальше должен идти пробел. Вот так вот. Потом мы указываем еще 2 цифры. Так, слэш, D. Так, 2. И опять-таки пробел идет у нас. И потом у нас идет уже, получается, 3 цифры, 2 и 2. Давайте я вот просто вот это дело скопирую. Вот именно с пробелом спереди я копирую. Хотя еще рано. Нет, все правильно я скопировал. Вот тут пробел тогда я удаляю. Вставляем. Так. Так, тут меняем на тройку. Так. И дальше еще у нас, получается, идет 2 двоичных числа. Так. Ну, 2 числа с двумя цифрами. И получается вот такое вот выражение. А теперь смотрите. Что мы вводим сюда? Плюс 375, пробел 25, пробел 1, 1, 1, 1, 1. Жму Enter. Не ругается. Но если я введу лишнюю цифру, хотя бы ругается. Без пробелов тоже будет ругаться. Ну, в общем, как вы понимаете, вы можете здесь настроить абсолютно любой формат, используя вот этот атрибут pattern. Итак, друзья, еще раз напомню, что здесь, ну, дофига чего еще мы не разобрали. Если хотите, давайте я сейчас вспомню. Нажимаю на паузу, вспомню сайт. В общем, сайт я вспомнил. Называется html5pattern.com. Заходите на него. И здесь у вас в примерах множество, видите, да? Давайте я разверну. Множество различных ситуаций. То есть это имена. Вот как в ICQ. Тут в других, в Твиттере. Так. Так, паспорт, видите, да? Пароли какие-то тут. Ну, в общем, смотрите, как тут люди применяют и учитесь делать это свойство. Достаточно, но интересно этот атрибут. Итак, в принципе, на этом все. Я уже задолбался. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно делитесь этим видео.